всем привет крэйджонс на связи только что ребята написали в дискорде попросили сделать сделать небольшое видео по билдам а также рассказать о том как работают на аутленде скиллы то есть понятно что каждый скилл имеет какие-то свои приколы на каждом шарде это все по-разному поэтому изначально я не хотел собраться за это видео потому что еще не докачал даже своего чара прокачка здесь все-таки сложная буквально за три или четыре часа стояния на макросе скилл вырастает всего лишь там на на полторы или даже на два всего нас его поэтому я так вкратце пробежался по википедии по официальному сайту есть куча куча всяких рекомендаций по билдам вот но прежде чем перейти к билдам давайте вместе разберемся со со скиллами в какие они дают нас тут преимущества какие фишки новые также хочу сказать что я еще сам окончательно не определился кем я буду играть но на данный момент я качаю арчер мага то есть это мой классический любимый билд почти на всех шардах естественно я его делаю только под пвп будем вариться ну а сейчас вот я специально значит нашел нашел информацию опять же на официальном форуме такой пвп гайд ну естественно на русском инфы нет поэтому давайте вместе читать переводить разбираться я думаю это будет полезным как для меня так и для вас ну опять же раздел combat раздел пвп раздел поэтому здесь я так понимаю все скиллы которые относятся к имеют какое-либо отношение к пвп поэтому ну что поехали первый скилл списке у нас резистим спел увеличивает шанс сопротивления магическим атакам очень востребованный скилл в пвп based around weapon magic will generate all this mode skill on a pvp template в принципе ничего нового по резисту да он увеличивает сопротивление магическим атакам то есть если у вас там кидают в азарт фланг колос фланг там всякие дебафы то резист это будет сокращать значит ну вот если верить автору этого гайда то для пвп просто must have вот но опять же скажу небольшой такой лайфхак то есть на форевере я умудрялся играть без этого резиста вместо него у меня по моему был хилинг с анатомии и в принципе играть можно сложно конечно но играть посмотрим как будет здесь так резист ну понятно по классике ничего нового по магии тоже ничего нового то есть понятно чем выше скилл тем круче касты мы можем с вами кастовать без физлов но как я считаю как я считаю что ключевым кастом у мага в пвп всегда был и будет наверное почти на всех шардах это колос фланг да и если он у нас будет физли то естественно мы ничего с вами не сможем сделать а почему я об этом вспомнил потому что буквально вот пять минут назад просматривал билды опять же официально рекомендуемые там был билд который в котором было указано наличие магии всего лишь 80 я честно не понимаю в чем прикол потому что при восьмидесяти мы не можем толком человека не реснуть не можем кинуть калвас фланг не можем призвать вортекса то есть я бы я бы рекомендовал все таки сотню то есть магия чем больше чем больше тем лучше дальше эволюшн интеллижент this skill will up a minor damage you spell very useful to near the all matched best temple ничего нового то есть эволюшн у нас отвечает за дэмэдж от боевых спеллов мага медитация тоже все по классике то есть может регенерировать регенерироваться как в пассивном состоянии так и в активном в активном естественно реген маны будет быстрее рестлинг reduce your chance to be hit by melee атак to make sure you spell not get interrupted короче рестлинг вот вот здесь уже у нас есть интересный такой моментик по рестлингу который увеличивает шанс уворачивание от мили атак то есть чем больше рестлинга тем сложнее по вам попасть мили атаками также очень важный скилл который который может предотвратить сбивание каста то есть если маг на рестлинге то по нему тяжело попасть и тяжело ему сбить каст очень-очень между прочим полезный полезный скилл не так как на фрэвере где рестлинга можно было только там станете дизами то есть как как защитный скилл очень-очень даже круто тактика инквизи дэмэдж дан боемили вэпэн хэвин статартизи тактика ну понятно отвечает за дэмэдж от от оружия ничего нового сварда честно ничего нового все то же самое арчери аналогично мэйс аналогично единственное что от одессионного стамина дрейн перхит а единственное что выбивает стамину с противника вот это кстати неплохо помню на раношке у мэйсов была офигенная фича короче мэйса можно было очень хорошо дамажить и также ломать арморы арморы если там были сделаны из руника то есть такие топовые особенно кожа то буквально через 5-6 минут пвп шки если мэйсон часто прилетала то армор ломался это было очень неприятно вот но здесь видите сделали таким образом что выбивает стамину ну очень неплохо фэнс ничего нового хилинг манте хилл вас юзин дэш алсалл я кирпласса ну то же самое то есть хилимся лечимся от поезда на рсм других анатомия инфекция бредит и хилл в бэндэч сэнджи висфлэн скилл аналасы кризы амонта дэнэш идеалвис физико вэпансы плотан фуарис бэс темплейс анатомия тоже ничего нового то есть увеличивает количество восстанавливаемых восстанавливаемых хитов от бинта дает возможность резать лечит яд и увеличивает дэмэш для физической атаки в принципе ничего нового парень гизи и буст ее до фэнс обилить его не висит и щилд парень тоже ничего нового то есть понятно увеличивает защиту но я так забегая наперед скажу что вот опять же я посмотрел в официальных билдах там даже есть маги спаррингом карл то есть маг со щитом ну чуть позже к этому дойдем поезда не а я пользую его и плана но понятно польза не работает в принципе все точно так же может травить физическим оружием соперника можно можно фишка в том что можно юзать польза на оружие даже во время во время битвы а также дает возможность ударить грейтером или дэдли польза нам ничего нового алхимия инкризисе дирешина сэши ангилити поезон с инкризисе филики значит алхимия у нас увеличивает время действия банок стрэнджи и банок агилити а также увеличивает эффект от банок хилки кура и рефреша и экспложен но чуть позже разберемся с экспложеном значит алхимия ничего нового инскрипт а и пруза эффекта флаги флаг инкризисе максом был в трапе панч плейкин а даже так значит из инскрипт нас понятно увеличивает эффективность magic рефлекта а также увеличивает максимальное количество заряженных паучей которые могут быть у нас бэкпаки вот кстати фишка вот но новая фишка в том что я так понимаю заряженные паучи ограничены то есть не так как раньше на форевере да там сто пятьсотых кинул и забыл а у нас значит ограниченное количество мы посмотрим так армслор вот значит армслор опять же новая фишка если у нас 80 скилла армслора и 80 вэпом скилла там сворт фэнс мэйс так далее значит дает вам возможность дизармить соперника то есть выбить и его оружие из руки прямо в бэкпак интересно блэк смит проводится мая дэмэдж бонус венюсин player crafted blacksmith weapon вот так вот значит blacksmith увеличивает дэмэдж от скрафченного вэпона интересно интересно то есть дает бонус к атаке скрафченного оружия очень даже прикольно карпантри право из мая дэмэдж бонус венюс player crafted carpentry items но аналогично blacksmith у карпантри у нас дает бонус к атаке но естественно луков луков либо мэйсов то что то что скрафтили мы в карпантри фишин провайдится маянэ дэмэдж бонус венюсин long spear and short spear вот это вообще яд короче скилл фишинг у нас дает бонус если мы в пвп в бою сражаемся с помощью длинного копья либо короткого копья вот это что-то новенькое ламбор джек провайдится маянэ дэмэдж бонус венюсин экс-тайпа вэпонс значит ламбор джек у нас дает бонус к топорам ну это не новое это у нас было майнинг дает бонус когда мы юзаем мэйс о как интересно я уже вижу себе этот билда там мэйсер с майнингом хердинг провайдится манэ дэмэдж бонус ваньюсин тэмитэн сама кричит хердинг если кто-то не помнит или не знает как он работает вообще по классике то есть это чисто таймерский скилл с помощью которого можно было управлять короче животными там такая такой посох как у моисея на него два раза клацаешь короче клацаешь на животное появляется таргет и ты как бы указываешь место куда переместиться животному здесь же он у нас дает майнинг дэмэ бонус значит дает бонус к атаке то за тонненных животных и призванных животных засуммоненных а спирит спик и крис и самая кричит чем сразисткин диспелл эмас диспелл значит спирит спик у нас увеличивает шанс к диспеллу призванных существ то есть если у нас допустим 100 спирит спик а мы кинули вортекс или призвали демона то его будет очень крайне сложно с диспелить вот эта фишка это прикольно интересно так вкратце значит вот прошлись мы по по пвп скилам в принципе в принципе есть новые фишки интересно есть прикольные темы вот особенно как бы мне понравился рестлинг который работает как как декстиль эти да вот всегда проблема всех магов было в том что них ну естественно мы не качаем дексу в статах и от этого как бы у нас мало стамины от этого он очень редко бьет ну и короче становится уязвимым но здесь пошли дальше и значит дали возможность работать рестлингу как как типа как будто у вас очень много дексы то есть можно уклоняться от мили атак а также очень сложно будет сбить вам каст вот действительно очень интересно посмотрим как это будет все работать на практике то есть пока что вот по официальным гайдам пока что это у нас так так дальше давайте уже по гайду пройдемся important spells значит важные важные спелы так что у нас тут ну давайте самые такие важные которые которые нам понадобятся в пвп так быстренько пройдемся magic arrow стрелка lost dash nuke but very fast casting good for targeting and breaking magic reflect значит magic arrow с помощью magic обычной стрелки мы можем очень быстро кастовать а также сбивать зеркало ну интересно прикольно хилка понятно реактив армор проводится база абсорст мили дэмидж то есть реактив армор значит здесь работает поглощает небольшое количество мили дэмиджа окей клан си ридер считается декстерти понижает а дексу соперника фриблмент понижает интеллигенцию викин понижает стрэнджу ну я не понимаю зачем эти все спелы если можно просто бросить курсу и таким образом понизить все спелы так едем дальше второй круг харм даст дэмидж депрендит на дистанции у нас второй круг кастуется очень быстро фишка его в том что он наносит больше дэмиджа то есть чем ближе вы к сопернику тем больше дэмиджа наносит харм а также он им очень удобно сбивать спелы вашему сопернику неплохо кюр понятно протекшен сэл баф за трудился честа бинтеру твою кастинг значит протект у нас получается уменьшает шанс соперника сбить вам каст ну в принципе прикольно прикольно просто на раношке он работал немножко по-другому ну ладно не суть за раношку разбираемся здесь так протект ну в принципе важный такой magic trap они исполнили за три поучи с ботовым пашбе файд рапа помощь и нового по запущу и уван дэмич 2 and break провайс значит понятная система паралайза и поучи и заряженных в принципе схожа с флором понятно поездом понятно фарбол faster than light and slower than a harm fireball has its answer for offensive and defense disrupts короче файрбол кастуется быстрее чем лайтинг на но медленнее чем harm ну понятно так блэс блэс инкресис трэндж дэйс энд бай одиннадцать плэнт везде мэджери гуд бафт рай спелл трайт опять ли фубата ну понятно то есть блэс это нас классический баф который добавляет 11 статов при условии что у вас 100 магии телепорт понятно так стенка кастов читаем лонг волов стон в эти блокрансу по поводу стенки вот написано что стена у нас появляется на три тайтла тайла но неизвестно как долго она здесь держится то есть на форевре она была очень такой мгновенно я бы сказал и особо особой пользы не приносила посмотрим как будет здесь так 4 2 хватит свет медиан дэмич нюк спелл very good follow up spell after explosion и был комбо значит лати нам рекомендует как добивающий спелл после explosion а ну когда мы делаем комбу до кидаем explosion потом корпор и можно добивать лайтингом окей great heal ну понятно хил очкам arch protection и на рифа и бафф спелл за прикрытию армор понятно увеличивает нашу защиту рекал понятно пятый круг magic reflect sell ball спелл за тэлл ютю reflect magic spell ну по рефлекту здесь так кратко сказано что типа поглощает магические спеллы мы посмотрим как он там работает как зеркало или же просто как магическая защита это мы еще проверим паралайз zero damage of a spell that frees your target in place when the target takes damage this effect broken use rapid push paralyzed spell в принципе все то же самое да то есть в любом случае он ставит паралайз соперника но он может использовать значит вот эти заряженные трапы диспелл филд понятно так ладно шестой круг explosion main nuke spell то есть основной спелл до эпиздене шванс касты и таргера авто ту секунду прилетает задержка в 2 секунды ну понятно ничего нового energy ball main nuke spell то есть понятно один из основных pvp скиллов то есть кастов марк понятно инвиз понятно понятно значит рывал каждый спелл трубал хайден плеерс понятно диспелл вот диспелл понятно так седьмой круг flame страйк мой любимый хэви хитина хаймана каст nha их каста спелл ну понятно максимальный дэмэдж хава это очень много маны и занимает много времени на каст гей тревелл понятно так 9 8 круг resurrection понятно так в принципе так быстренько пробежались по pvp скиллам по основным пвп спеллам в принципе все все понятно я думаю вопроса не должно возникнуть вот носи ребят если чего-то да и непонятно пишите мне дискорд ссылку я оставлю в описании пишите в дискорда я помогу разобраться опять же повторю что сейчас разбираю чисто теоретически все вот касты билды так как самый даже не докачал еще своего основного пвп чара поэтому поэтому разбираемся так пока что изучаем теорию матчасть если какие-то вопросы до пишите постараюсь ответить там с переводом если проблема какие-то что-то чем смогу тем помогу так теперь самое основное добрались значит пиви пи темплейт но пвп билды которые нам рекомендуют вот на официальном форуме давайте пройдемся ну понятно что нам рекомендуют чтобы у нас был скилл кап 700 статов 225 по максимуму но понятно капитан очевидность спасибо за информацию которая типа говорит что типа что побеждать у вас должен быть у вас вы должны иметь правильный билд и типа всю жизнь вы рулили танки маги у которых 5 магических скиллов вот ну короче ладно и вот уже непосредственно как бы нам составили скиллы которые там как предполагается будут офигенно рулить в пвп давайте смотреть иначе первый у нас танк мага по статам 100 силы 100 маны и 25 дексы классика жанра evolution resist магия медитация wrestling tactics sword значит да вот примерно я тоже думал по поводу такого билда но меня остановило то что здесь нет хилки с бинта обычно я играю обычно я стараюсь почти всем своим чаром делать bandage потому что я все-таки ранговый ранговый чувак и люблю соблюдать дистанцию то есть варюсь на дистанции что дает возможность время отхилиться и бинт здесь как как нельзя кстати поэтому обычно я использую бинты хилинг анатомию но у танка мага мы сможем хилиться только банками либо спеллами ну такое себе такое вот мне еще интересно ага тактика здесь значит у мага то есть маг получается у нас который юзает какой-то вэпон опять же здесь будет сложность в том что у нас при касте вэпон дропается в бэкпак и нам придется делать еще дополнительно макрос на арм дизарм и постоянно клацать кнопку вот допустим мы там сделали ком бумаги да или элементарно там телепорт заюзали какой-то и нам приходится постоянно возвращать наш вэпон в руку то есть для этого понадобится определенное время чтобы привыкнуть к этому билду у меня тоже были с этим сложности я просто начинал вариться и потом во время варки просто-напросто забывал обратно закидывать в руку вэпон в этом были сложности но потом когда уже привыкаешь к своему билду то в принципе сложности не возникает в принципе абсолютно такой вменяемый билд в принципе можно играть опять же у него есть вот рестлинг который вам дает защиту до который будет сопутствовать вашим спеллам который будет тяжело сбить противнику и также вы можете хорошо дамажить вполне прикольно неплохо так вот значит уже ближе мы подошлись второй билд у нас маг на хилке это тот который тот маг которого я предпочитаю значит по статам все то же самое по спеллам по спеллам значит эволюшн резист магия медитация рестлинг хилен анатомия вот вот обалденный вот примерно примерно такого бы билда я бы себе хотел сделать но сейчас как бы опять же на стадии экспериментов сейчас вот все таки хочу с луком побегать ну вот именно если вы скажем так новичок и в пвп особо и пвп для вас был будет чем-то новеньким да если вы хотите начать вариться то я рекомендую вот именно вот такой вот билд обязательно чтоб вот хилка анатомия для мага это просто как мана небесная то есть если у вас нормальный пинг то и нормально все с реакцией то в принципе вы всегда сможете отхилиться в любом случае как минимум хотя бы просто убежать если видите что силы не равны поэтому я бы рекомендовал начинать пвп именно с такого билда именно с такого дальше польза не декста декса то есть тут у нас уже значит пошли такие воины тут уже более интересный билд значит нам предлагают 100 силы 25 инты 100 дексы хилен анатомия резист магия тактика сворд либо фэнс и польза не то есть у нас получается воин который будет травить поезда нам при этом еще кастовать но мне вот возникает вопрос чем он там на кастует если у него 25 25 ман и всего как-то я не совсем понимаю для чего здесь 100 магии правда не знаю мне кажется вот этот билд нет однозначно нет потому что смысл качать 100 магии если у вас всего лишь будет 25 это я не знаю реколец разве что там летим телепортом но короче не знаю странный билд то есть магия здесь явно лишняя дальше лучник дексер 100 стрэнжи 25 инты 100 дексы значит по лучнику хилинг анатомия резист магия тактика сворд но это вообще порнография просто порнография то есть нам тут рекомендуют классического лучника на статах лучника плюс оружие ближнего боя либо сворд фэнс мэйс плюс магия это я бы назвал этот билд его слепила из того что было это реально порнография тоже не рекомендую потому что я считаю что в пвп нужно либо либо арчи либо дистанционно соблюдать вести бой дистанционно либо танковать по полной программе но совмещать мне кажется это не очень удобно поэтому этот билд однозначно нет так значит вкратце прошлись да по таким вот ну я бы сказал примером билдов значит я рекомендую вот именно вот этот билд на мага на хилинге значит чем он удобен еще раз повторюсь тем что прежде всего этого с полноценный маг который сможет и реснуть и открыть мунгейт и хорошо выступить в роли саппорта помочь похилить и так далее и засумонить демона и кинуть вортекса как бы и все 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 вот в плюшки у которыми обладает полноценный маг то есть он хорош и для pvp и для pvm поэтому моя рекомендация вот именно вот такой вот билд билд дальше значит вы смотрите сами так теперь подвожу небольшой итог в принципе в принципе для себя я здесь как бы нового ну такого прям вот сверх нового ничего нового не увидел не не узнал но есть небольшие тут по скиллам приколы бонусы разное вот я конечно удивился по поводу крафтовых скиллов которые дают бонус крафченому оружию это конечно прикольно вот но в целом все как бы все логично значит как бы здесь для меня по не мере все понятно так подводя итог значит скажу по своему билду то есть на данный момент я качаю такой прототип у фореверного тоже арчер магом который меня начинал играть на форевере этот билд в принципе зарекомендовал себя очень круто но опять же на всех серверах я люблю играть именно вот таким вот дистанционным арчером магом значит на данный момент у меня у меня билд будет такое то есть анатомия арчери evolution хилинг магия медитация тактика значит фишка заключается в том что прибежал дал комбу и добиваешь из лука также скажу что арчери здесь мне очень нравится как арчери здесь работает то есть после того как даешь комбу одеваешь лук и стрела вылетает моментально именно вот в этот момент то есть нет задержки между армом дизармом и выстрелом то есть только я нажал кнопку чтобы лук вернулся в руки сразу же моментально полетела стрела поэтому я думаю в принципе получится получится здесь конечно по бомбить пуканы буржуям единственное что нужно все таки вот заставить себя докачать потому что ски вырастут очень короче очень долго и все таки вот придется конечно я чувствую блин придется заморочиться со скиллами хотя так не лень честно говоря особенно когда нет ресурсов когда нет стрел ребят вот очень буду благодарен если подкинете мне стрел потому что качаю арчера и мне просто такая лень ходить фармить эти перья буду очень благодарен за стрелы так хорошо поехали дальше equipment значит тут у нас идет рекомендация по по расходникам которые нам понадобятся в бою ну я не знаю опять же тут писал капитан очевидность значит ну давайте вкратце так значит для мага нам рекомендует иметь exceptional лизер армор 75 реагентов 10 банок хила 10 рефреша 10 стрэнджа 5 агилити 5 куров 10 раппет боксов кстати 10 раппет боксов этого помню с головой хватит чтобы обезопасить себя от парализа так ну такое короче реально пам 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 сейчас я вот так пробегаю глазами по тексту если что-то интересное то я я это зачитаю так значит по дэмэджу вэп она в принципе классика ничего нового ruin might force power ванг соответственно плюс 1 плюс 3 плюс 5 плюс 7 плюс 9 классе классическая сферовская классификация оружия значит майт плюс 3 у нас приравнивается к эксепту вот но обычно в пвп там все нормальные ребята начинают бегать с оружием от плюс 7 то есть либо пауэр либо ванг остальное все такое шлак можно можно даже не обращать на него внимание дальше значит ходский лайаут тут идут у нас рекомендации по макросам вот но это очень и очень такая индивидуальная настройка особенно если ты в ультим играешь больше там 15-20 лет и у тебя уже просто вся клавиатура наизусть выучена всеми макросами поэтому это ну информация важная но для для новичков может кому-то удобно будет кому-то не очень вот но все мы понимаем у каждого из нас очень индивидуальный подход к написанию макроса к расположению кнопок на клавиатуре так дальше basic pvp tactics то есть основные тактики в пвп find a group to play with елки-палки действительно найдите группу людей чтобы бегать вместе с ними очень очень полезно таргетинг ну понятно таргетинг у нас по крайней мере я играю с разором я таргет ловлю с помощью мышки колесико мышки приказ да действительно спасибо спелл компас эксплоушен энерджи болт очень важная информация да спасибо дизрук спелл каст понятно что вам могут сбить касты фокус дэмэдж дэсс бэсик его группу файл таймс ну короче если на вас нападает группа соперников то не надо каждого бить понемножку надо всю дамагу кидать кого-то одного а кстати по поводу скилла фокус и его здесь нет он здесь не работает cross hill the fans пошли о кстати вот по пошли нам очень много вопросов было работает ли здесь explosion а ну давайте прочитаем when you encounter somebody on field you must understand that there are no rules and anything goes you have to expect that the player you are about to fight will use everything they have managed to win this will light means if we are using sword potion it should become second nature for you to be using your potion в общем очень крайне нам рекомендует использовать банки потому что это очень такой весомый аргумент в pvp но это мы и так знаем без вас it should become second nature for you to be using the portion of frankly for example every templates will want to keep themselves under the effect of great stretch значит portion номер один это обязательно странжуха которая дает нам бонусы хитам но это и так мы знаем if you're at tank match use great dexterity если у вас build tank amaga используйте dexterity greater dexterity potion on top of this force more weapon hints get we use the greatest strange pot immediately lose down get poison take some damage use correct potion asap значит про explosion potion и здесь ни слова не сказано единственная информация которую я нашел опять же на сайте это то что здесь explosion и не будут наводиться на соперника автоматически то есть я как я понял они будут работать вот мы их заюзали убежали с этого места и вот в месте где мы их юзали там они взорвутся то есть они здесь не летают как баллистические ракеты на форевре да и блять меня это просто бесило эти по уши на как бы я всегда понимал что они вносят дисбаланс какой-то потому что еще лет ну очень давно у меня был очень хороший товарищ программист который с помощью программки по моему inject или о пилот точно не помню короче написал скрипт с помощью которого автоматически бросались эти банки explosion а и буквально за неделю он ну просто там разрывал всех на части стал такой им бой и с тех пор как бы я понял что дисбаланс офигенный и как-то но это глупо юзать вот эти вот банки типа гранаты короче поэтому я толком никогда с ними не бегал и откровенно говоря я рад там тому что здесь эта фишка не работает так дальше так сколько там я уже на пизде 40 минут ну давайте уже заканчивать advanced pvp tactics то есть основные пвп тактики но опять же это такая настолько индивидуальная вещь я думаю каждый будет сам выбирать тактику которая ему более нравится я могу лишь рассказать о своей тактике я уже сто раз показывал рассказывал то есть фишка в том чтобы прибежать дать комбу добить из лука если не получается убить соперника тогда опять же я стараюсь сохранять дистанцию в этот момент хилится и регенится до тех пор пока мне опять не опять не восполнится мама я опять не смогу дать ему комбу когда-то это работает когда-то это не работает поэтому назвать имбовом эту тактику мне тоже очень сложно и не каждому она подойдет то есть я знаю много товарищей которые любят просто тупо танковать мы свои подбегать и сразу сносить все хиты вот я же предпочитаю все таки соблюдать дистанцию с соперником но не не больше чем пол экрана то есть пенечки деревья всякие препятствия которые могут мне помочь сохранить дистанцию то есть ну кто видел мои пвп видео те поймут о чем я говорю так пвп так ну ладно тут уже не будем тратить времени в принципе сделаем разведку боем и будем уже смотреть смотреть дальше чего она у нас как работать что покажет так в принципе все буду на этом пока что заканчивать значит так пробежался ребят если какие-то вопросы по официально по переводам по тому как все работает значит пишите мне дискорд ссылку я оставлю внизу чем смогу тем помогу постараюсь также 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 подписывайтесь на канал youtube куда я буду сбрасывать все ролики по по аутленду также стримы по мере свободно времени буду делать на твиче ссылку эту же оставлю буду рад рад всех видеть потому что онлайн очень большой на аутленде я чувствую опять это будут клановые вот эти вот всякие как как их там зерговые зерговые воины до когда-то прибегает по 10 по 15 человек поэтому ребят нам нужно собрать реально такую хорошие костяк команды поэтому давайте давайте играть вместе мобилизироваться разбираться вместе вот но про пвп пока что рано что-то еще говорить давайте пока что качаемся делаем ресурсы ставим реги и между прочим буквально полчаса нет где-то час назад залил еще одно видео по пвм то есть там мы фармили с ребятами с эдгаром фармили новый данж там где новые мобы с новыми обилками короче цель была такова чтобы чтобы набить перьев для прокачки арчери в принципе мы эту цель выполнили я я буквально за полчаса там сделал полторы тысячи перьев вот и таким неприятным моментом было то что так как я играю арчер магом я люблю ставить фаерфилд и если на этот фаерфилд набегает какой-то синий ублюдок то я становлюсь кримом и собственно из-за этого начинаются качели вот ну ладно об этом уже в следующем видео чуть дальше в принципе все спасибо за внимание подписывайтесь и пишите в дискорд если есть какие то вопросы